Максим, а как ты добираешься до пункта назначения? Ну, слава Богу, машину купил. На маршрутках часто ездишь? Нет, вот смотри, я даже до того, как сел за руль, я продолжительное время передвигался на такси, потому что поездка в маршрутке меня просто вымораживает. Я недавно сел на маршрутку, чтобы доехать, поездка там минут 10, недалеко мне надо было ехать. Сел на маршрутку и все эти 10 минут моего движения превратились в диалог с пассажирами и с водителем на повышенных тонах. Инициатором, конечно, я был этого диалога. Потому что у меня сразу же возникла куча вопросов. Вот, водитель мне пытался затыкать рот, потом он просто сам заткнулся, он понял, что бесполезно со мной разговаривать. У нас действительно в городе непростая ситуация с общественным транспортом. Очень непростая, да. Мафия, потому что мафия. Давай, наверное, узнаем мнение о работе общественного транспорта в Астрахани у наших следующих гостей. У нас в студии член Совета по предпринимательству при губернаторе Илья Тарков, а также руководитель строительной компании «Новая эра» Александр Дарьянов. Привет вам. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Да, и кажется, я должен у вас что-то спросить. Так, а ты их представил, да? Да, давайте… Начнем с выборов, правильно? Конечно. Расскажите ваши впечатления о сегодняшнем дне. Ходили ли вы, наверняка ходили, конечно же, как ответственные граждане. Проголосовали, что увидели, что вам понравилось. У кого были на участке горячие пирожки, у кого их не было. Расскажите нам как-то. Давайте я начну. Были ли эксцесс какие-нибудь, может быть, вы с кем-то ругались. Может, вы агитировали там тайно за углом и вас не поймали. Расскажите нам. Да, очень, конечно. Интересно, где начался день. Вот. С выборов. Я торопился сюда, поэтому очень быстро пришел на избирательный участок, проголосовал, оценил обстановку. Увидел очень-очень много полицейских, вообще на всех. Начиная с места парковки уже стоял, ДПС не контролирует этот процесс. И заканчивая тем, как я толкал эту урну, этот избирательный свой листок в избирательную урну. То есть за всем очень бдительно смотрели уважаемые наши полицейские. Поэтому я свой выбор сделал. И в целом мне понравилось, что есть такая достаточно большая явка. Было много людей. И люди с таким вот немножко приподнятым настроением приходили на избирательные участки. Это, кстати, мне очень понравилось. Люди понимают, что от их выбора зависит будущее нашего региона. Это абсолютная правда. Они принимают решения, которые позволят нам жить, может быть, еще более лучше, чем мы сейчас живем. Поэтому я всех призываю, кто еще не успел проголосовать, приходите, голосуйте. От вашего голоса зависит наше будущее. Всех астраханцев. Аналогично с утра отдал долг государству. Проголосовал в родном начало. Там у нас выбирают и главу села, и муниципальных депутатов. Присоединяюсь. Во-первых, очередь. Очередь. И люди стоят, терпят, ждут. Потому что высокая очень ответственность у людей. Они действительно понимают. И как в старые добрые советские времена, выбор – это праздник. То есть есть музыка, есть хорошее настроение. Где-то есть пирожки. Вначале пирожков не видел. Но видел, что действительно настроение очень хорошее у людей, приподнятое, праздничное. То есть у нас традиции – люди всегда власть ругают. Но при этом очень активно участвуют в ее формировании. Но это, опять же, мне кажется, исторически для нас очень важно, кто будет править. Потому что действительно люди понимают, что от этого зависит завтрашний день и наша жизнь. Да. Ну и прежде чем ругать власть, нужно ее сначала выбрать, да, эту власть. А потом иметь право ее ругать. А то иначе обман. Сам обман. То есть вы подтверждаете, что вы голосовали сегодня, были на избирательных участках, там все организовано, никаких эксцессов, праздник. Нет, это праздник, где действительно люди спокойно, размеренно голосуют и делают это с удовольствием. Это молодежи или… Нет, я видел больше все-таки зрелое поколение. Молодежи не так много. Но вот среди наблюдателей, и я так понимаю, это, наверное, касается именно муниципалитетов, депутатов муниципалитета, я видел много молодых именно наблюдателей, ребят, которые, видимо, поддерживают кого-то из местных депутатов. А Илья, у вас как на участке? Я, конечно, не мог не пойти на выборы перед этим мероприятием, чтобы, конечно, оценить обстановку. Да, я слушал музыку, красивую музыку играл, раньше, я помню, были буфеты там, колбаса, какие-то дефицитные продукты, чтобы привлечь избирателей. Но мне кажется, что на выборы нужно ходить, потому что нужно привить это в себе, в своей семье, чтобы это видели дети, потому что мы формируем гражданскую позицию, и при формовании нашего гражданского общества человек должен уметь и должен иметь возможность сделать выбор. Вот, если мы все будем ходить на избирательный участок, то потом мы уже сможем требовать от власти, за тех, за кого мы отдали свой голос, можем и требовать с них, какой был результат, и продали ли вы наши ожидания. Поэтому я думаю, что нужно действовать, и рано или поздно мы будем формировать здравое, полноценное общество и успешную власть, которая будет добиваться тех результатов, которые нам интересны. Ну, Александр и Илья, сейчас мы вместе с вами устроим настоящие дебаты. Я задам вам несколько вопросов, на которые вы должны ответить за две минуты. Часы вот у меня перед глазами, там уголочки. У вас на экране вот есть. Да, поэтому давайте в режиме Блица дебата. Итак, вопрос звучит, отвечает сначала Илья тогда, да? А маршрутки в Астрахани должны ли они существовать? Должны ли они существовать, или им на смену должен прийти более комфортный общественный транспорт? Ну, вообще, на мой взгляд, само понятие маршрутное такси, это очень такой элитный, премиум такой сегмент, потому что в идеале, ну, представьте себе, в автобусе мы едем, да, то есть час пик. Как правило, там есть только стоячие места, все сидячие места заняты, да? А маршрутка это очень комфортный вид транспорта, то есть человек всегда сидит, человек может быстрее проехать по нужному маршруту, потому что маршрутка более маневрена. Маршрутка может не останавливаться на всех остановках. То есть это очень такой, на самом деле, хороший, правильный вид транспорта. Другое дело, что у нас его очень много, и он между собой конкурирует, и отсюда возникают определенные проблемы. И проблемы с сервисом, и проблемы с внешним видом, и проблемы с культурой, и так далее, и тому подобное. Но если сейчас сделать так, что насытит город автобусами, такая уже идея есть, планы есть, мы все уже слышали, и они уменьшат количество маршрутных такси, но повысит уровень их, скажем так, презентабельности, комфорта, то, соответственно, мы получим тот вид транспорта маршрутных такси, который реально интересен всем. Я думаю, что здесь, конечно, должна быть выбрана определенная стратегия на 5 лет как минимум, чтобы все участники этого вида бизнеса, в том числе и граждане, они могли понимать, что будет происходить в будущем, и, например, предприниматели, которые задействованы в этой сфере, они знают, что, допустим, через 5 лет маршрут 1С ликвидируется, условно говоря, и они могли уже выстраивать свои планы, потому что маршруточки же тоже предприниматели, и для многих это единственный вид заработка. Поэтому нужно тоже учитывать их интересы. И я думаю, что как решение, это какая-то стратегия, которая даст возможность всем заинтересованным лицам смотреть в будущее и выстраивать свои личные планы. Спасибо. Очень сложно после такого четкого пространного ответа. На самом деле, нужно сказать, в первую очередь, что все-таки маршрутки, они заняли ту нишу, которая была уничтожена в связи с переходом от Советского Союза к новой формации. То есть у нас был устоявшийся электрический общественный транспорт, были троллейбусы, были трамваи, была автобусная сеть. И когда этого просто не стало, маршрутки заняли самым диким образом эту нишу. И мы сейчас имеем то, что имеем. Действительно, дикие правила, которые сформировали этот рынок, они дали нам дикий продукт, по сути. Лично я, конечно, против такого продукта общественного, потому что общественный транспорт, в первую очередь, как правильно сказал, Илья должен комфортно оказывать эту услугу, безопасно должен оказывать эту услугу. И однозначно, в таком виде, как сегодня, неприемлема маршрутная сеть. Нужно обязательно воспользоваться тем, что сейчас меняется команда. Команда сейчас возглавляется людьми, которые жили в Москве, на федеральном уровне. У них есть определенное видение, я надеюсь, есть определенное видение именно требований к общественному транспорту. И они будут транслировать эти требования уже на наш уровень. И у них есть очень высокий мандат доверия, который позволит реализовать эту стратегию, которую правильно отметил Илья. Потому что, естественно, убрать людей с рынка, это значит отобрать у них работу. И это, естественно, может вызвать социальные последствия. Их нужно купировать именно стратегией, которая планомерно будет изымать эти дикие маршрутки с рынка и постепенно внедрять новые виды общественного транспорта. Спасибо. Следующий вопрос. Стоило ли сохранить электрический транспорт или его место в прошлом? Ну, вы знаете, следуя нашим реалиям, которые сейчас есть, мы понимаем, что решение было, конечно, непростое, но оно в какой-то мере правильно. Потому что, если бы трамвай ходил бы под Бралтейской, какие бы там были бы пробки просто невероятные. С одной стороны. С другой стороны, мы уже это сделали. Поэтому заново там выстраивать троллейбусные сети, это очень дорого и неразумно. Потому что есть новый вид транспорта, это электробусы, и, соответственно, надо переходить на них. Вот. Поэтому я думаю, что будущее именно за такими видами транспорта. И с учетом того, что к нам Москва периодически отправляет транспортные средства, соответственно, возможно, через пять лет нам уже достанутся электробусы. Вот такая тенденция. Александр? Ну, у меня позиция такая, что электрический транспорт имеет, должен иметь место в транспортной системе города. Но все-таки мне видится больше, что должна развиваться инфраструктура для индивидуального электротранспорта. То есть это электроскутеры, электросамокаты, велосипеды. То есть, мне кажется, тренд будет уходить туда. То есть люди выбирают свободное перемещение, они уже меньше хотят контактировать в большой скученности между собой. И, мне кажется, нужно параллельно с внедрением электротранспорта менять городскую инфраструктуру именно для индивидуальных средств транспортного пользования, в том числе электрических. И третий вопрос. В последнее время развиваются такие сервисы, как Бла-Бла-Кар. Должны ли они существовать в нынешнем виде? Хороший вопрос. Мне кажется, что именно в нынешнем виде существовать, наверное, им не стоит, потому что нужно вот этот момент с безопасностью отработать. Дело в том, что случаются различные эксцессы. Понятное дело, что они случаются не только с пользователями этого сервиса. Но, мне кажется, нужно это дело отрегулировать, потому что Бла-Бла-Кар принимает такой массовый характер. Люди часто ездят из пункта А в пункт Б, минуя, соответственно, какие-то автобусные сообщения. И я вижу такое решение, что здесь нужно отрегулировать каким-то нормативным актом. То есть первое, что сделать, это, конечно, идентифицировать пользователей, как водителей, так и пассажиров. Каким образом, через госуслуги, либо как это делают сервисы каршеринга или некоторые банки. Фотография с паспортом на разворот. Это первое, что нужно сделать, потому что опасность может исходить как от водителей, так и от пассажиров в том числе. Это первый момент. Второй момент, я думаю, что сделать Бла-Бла-Кар неким посредником финансовым, как это сделано в Европе. То есть деньги плавятся Бла-Бла-Кару, и Бла-Бла-Кар, соответственно, деньги потом перечисляет этим водителям. И пускай они берут комиссию на свою операционную деятельность, и к этой части денег должны отдаваться какие-то страховые фонды, которые бы покрывали возможные ущербы и издержки. И следующее, что я думаю было бы разумно, дело в том, что Бла-Бла-Бла-Кар сейчас принимает такой нелегальный коммерческий вид. То есть это коммерческий бизнес, потому что люди ездят там и на микроавтобусах, и, соответственно, они не соблюдают никаких там правил, не отдыхают, в погоне за деньгами. Две минуты. Две минуты. Прошло же? Да, конечно. Ну, еще пару слов. То есть это можно отрегулировать, опять-таки, то есть, допустим, если он зарегистрировался, он имеет право там съездить, потом должен отдохнуть там 8 часов и т.д. и т.п. То есть это все должно быть отрегулировано, чтобы у нас это не стало нелегальным, как сейчас стало бизнесом. Конечно. И слово Александру по тому же вопросу. Да, ну я в соцсетях известен как ярый... Анти-блаблокарист. Анти-блаблокар, да, потому что имел сам очень негативный опыт, потому что предприимчивость нашего народа, она сделала из хорошего, правильного, задуманного сервиса очень неправильный бизнес. То есть, да, я лично однажды воспользовался этим сервисом, рассчитывал там на интересную беседу с хорошим попутчиком в безопасном ритме. В общем-то, закончилось тем, что это была праворульная какая-то убитая Toyota, в которой сидело 9 человек, и засыпать у меня на глазах стал водитель. В итоге я у него просто отобрал руль и сам сел, стал везти, потому что говорю, извини, дорогой, тебе надо поспать. Экстремальная ситуация. Это была абсолютно экстремальная ситуация. И то, что, к сожалению, жертвы продолжают случаться регулярно, это все подтверждение из того, что это сделали по-то гонку. То есть, это сделали бизнес, по сути, на крови людей. Поэтому однозначно требует вмешательство государства в деятельности этого сервиса. — Большое спасибо. Мне кажется, у нас есть еще третье мнение. — Давай проводим, да, и позовем. А, у вас вопрос, да? Ну, вы подойдите тогда. Итак, у нас Марина Анатольевна Зайцева, эксперт сегодняшний. — Спасибо большое. — Вот, вопрос. — У меня вопрос, у меня предложение. То, что вы затронули, вот эту тему, я считаю, сверхактуальной. Вот просто сверхактуальной темой. Здесь несколько заинтересованных сторон. У меня предложение следующее. Выборы, выборы сегодня состоятся, отлично, жизнь не заканчивается. И смотрите, Астрахань живи, и я астраханец, две общественные инициативы. Вот этот сложный вопрос, но только, пожалуйста, в присутствии граждан, в присутствии астраханцев. Пусть они выскажутся о маршрутках, об автобусах. А почему в таких, почему в прекрасных автобусах, которых сейчас не коснулись, вай-фай не работает, или там еще какие-то зарядки, и прочее, прочее. Ты же писал, по-моему, об этом, Макс. То есть давайте вынесем этот вопрос на общественное обсуждение, потому что астраханцы не должны оставаться один на один. Вот я недоволен, а мне некому об этом сказать. Я там пишу, а меня не слышат. Мне говорят, а дайте нам коллективные обращения. Ну, так давайте сделаем коллективные обращения. Да? — Давайте. — Большое спасибо вам за оживленную беседу. Нам нужно следить за графиком. Вы тоже получаете наши фирменные призы. — Обязательно, да. — О проекте чистых выборов на память. Большое спасибо. — Спасибо. — А пока мы ждем сообщения о нарушениях. Я предлагаю изучить еще одну...